Традиционный конкурс учительского мастерства, названный в этом году «Педагогический звездопад», подошел к завершению. На втором этапе, так же как и на первом, участники показали свой профессионализм и умение работать с детьми. Учитель начальных классов Светлана Гуленко на первом этапе конкурса провела мастер-класс по использованию различных приемов мнемотехник на уроках в начальных классах. В презентации она продемонстрировала свою работу на примере техники рисования песком на стекле. Наверное, наступил тот период, когда я могу показать себя, поделиться своим опытом, своими достижениями, потому что у меня уже три поколения детей, которые были выпущены мною. И сейчас наступил такой момент, когда я, наверное, по своему призванию участвую в этом конкурсе. Участие в конкурсе приняли 17 педагогов городских школ. В своих визитных карточках они старались показать зрителям и судейской коллегии весь свой профессиональный и творческий потенциал. Поддержать конкурсантов пришли не только их коллеги, но также родные, близкие и преданные ученики. Они помогли участникам подготовить свои визитки, а также в качестве группы поддержки выступили с ними на сцене. Сейчас Зеляша Муратовна очень профессионально выступила. Мы видели все ее старания, переживания, волнения и уверены, что она победит в этом конкурсе. Она добрая, хорошая, красивая. Она учит учеников по-английскому. Мы пришли поддержать нашего учителя английского языка Зеляшу Муратовну. Мы хотим ей пожелать удачи, терпения, здоровья. Она у нас самая лучшая и мы знаем, что она у нас выиграет. Хочется напомнить, что конкурс педагогического мастерства давно стал хорошей традицией. В прошлом году ему исполнилось 25 лет. Главная цель мероприятия – выявить наиболее талантливых педагогов. Главным критерием оценки, разумеется, был урок. Жюри отметила высокий уровень мастерства участников. Это огромный труд. Это то, когда острее всего ощущается поддержка коллег, поддержка учеников. Я думаю, что этот конкурс показал, насколько сильны наши учебные заведения еще как команда. С самого начала конкурса было открыто интернет-голосование. О его результатах можно узнать на сайте Управления образования. В завершение второго этапа судейской коллегии будет определен победитель. Церемония награждения состоится 19 декабря. Лучший из учителей представит наш город на республиканском конкурсе. Вы учитель! Просто класс!